У нас в Екатеринбурге есть один парень очень интересный, его зовут Тимофей Радя, может быть слышал что-нибудь? Он художник, очень известный в России, он занимается стрит-артом, он молодой парень, и он в разных местах города Екатеринбурга, и не только, он в Алма-Ате, в других городах, он помещает свои инсталляции. Я вам просто покажу некоторые инсталляции, можно? Вот смотрите, первая инсталляция, вот это в самом центре Екатеринбурга, если вы были, вот идешь так, а к чему мы привыкаем? Мы привыкаем, что вокруг, везде, что горит? Реклама, тут там Кока-Кола, тут еще что-то, вот ты идешь и думаешь, очередная реклама, и вдруг, кто мы, откуда, куда мы идем? Я когда впервые увидел, думал, это что мне хотят продать? Там смотрел с другой стороны, может там, они что-то, знаете, бывает же такая спрятанная реклама. Нет, это просто, знаешь, идешь ты вечером. Я вам скажу честно, этот вопрос многих проповедей стоит, если ты о нем задумаешься, кто я, откуда и куда направляюсь. Когда я, будучи студентом университета, 17-летним, впервые столкнулся с проповедниками Евангелия, у меня были только вот эти вопросы, кто я, откуда я вообще взялся и куда я направляюсь. Я не понимал этого. Еще очень, еще его работа, можно показать? Смотрите, вот это на одной из крыш нашего города такая надпись есть, Тимофей Раде сделал. Тебя видно, видите? Тебя видно. Сразу возникает вопрос, это кому он написал? Может быть, люди взлетают на самолете, да, и ты взлетаешь, смотришь там в иллюминатор, тебя видно. Или там квадрокоптер у кого-то. Или, может быть, кто-нибудь там решил, в Google Maps вдруг ему идея пришла, Екатеринбург рассмотреть, да? Смотрит, увеличивает, тебя видно. Но интересно, когда у самого, у Тимофея брали интервью, он сказал, а может быть, я имею в виду кого-то повыше? И ты думаешь, а кого повыше? Смотришь, Бог так читает. Послушайте, послушайте. И невольно возникает мысль, да? Ну, мы понимаем, конечно, там, ну, как там Бог понимает, я не знаю эту надпись. Но возникает сразу же вопрос. А я? Вижу его? Чем мне вангелизация? Из двух слов состоящая. Или вот, можно еще одну его инсталляцию? Вот смотрите. Чем больше света, тем меньше видно. И вот эта же надпись, она все время горит днем. Чем больше света, тем меньше видно. Самое мое любимое, вот и следующее можно показать? Это самая любимая инсталляция, которую я очень люблю. Про текст. Я бы обнял тебя. Есть там? Нет-то больше. Ну, там у него, в общем, есть еще такое у нас на доме такая большая-большая-большая-большая надпись. И там написано, я бы обнял тебя, но я текст. И опять-таки ты читаешь и ты думаешь, а я не текст. Чего жду? То есть, понимаете, сегодня это время. В чем фишка этих людей? Они улавливают вот этот дух времени, и они синхронны. И поэтому короткие фразы, они словно попадают в цель. Но драгоценные. Священное Писание говорит, что наше слово должно что быть? Солью приправлено. Чтобы на самом деле оно попадало в цель. А мы часто говорим. Я иногда слушаю, я понять вообще не могу, о чем проповедуется. Много слов, много шума. Из ничего. Важно научиться, как заповедовал нам святой Иосиф. А вот, видите. Неказистая немножко надпись, но со смыслом с большим. Правда же? И для меня, вы знаете, я думаю, люди меняются. Время меняется, восприятие меняется, Евангелие вечно. Вы, молодые люди, вы должны находить те формы, чтобы донести священное Писание до вашего поколения. И для этого очень важно, чтобы наше слово было как меч, то есть острым, заточенным, заточенным. Поэтому нам, проповедникам, нужно формировать точную, лаконичную речь. И наше послание выглядит комично. Какой-то непонятный фарс, пафоса очень много. Люди, они так устали от пафоса и так изголодались по настоящим искренним словам отсюда. Правда же, драгоценные? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова